Вообще, что дает ковромоечная машина? На практике я могу сказать следующий опыт, что при достижении где-то 3-4 тысяч квадратных метров в месяц, именно стирки ковров, то уже можно рассматривать ковромоечную машину. Есть разных комплектаций, и можно подобрать ее индивидуально для каждого коврочиста. Она не обязательно будет стоить больших денег, быть дорогой и так далее. Что вообще в целом дает и в чем выглядит ковромоечная машина? Во-первых, она повышает скорость стирки и при этом дает стабильное качество стирки ковров. Если даже ковер какой-то пришел, например, без песка, и на нем есть некоторые волосы, то можно пустить ее даже помимо выбивания машины сразу к ковромоечную машину. Щетки, особенно если они там жесткие, то они полностью уберут эти волосы, полностью качественно промоют ворс ковра. Еще важный нюанс. Нужно учитывать, что при стирке ковров, например, выше 5000 квадратных метров, то 100% у вас работает не один коврочист. Возможно, 2, 3 и 4. И когда вы, купив ковромоечную машину, вы повышаете, во-первых, скорость, и у вас появляется возможность, например, переместить этих двух освободившихся коврочистов на другие этапы стирки. Либо, например, если у вас была текучка кадров, то вы будете менее зависимы от этой текучки кадров, и вы уже будете экономить на зарплатах тех коврочистов, которые до этого работали на 2, 3, 4, а то и, может быть, даже 5 ротере. И, то есть, окупаемость ковромоечной машины за счет повышения скорости и качества, она еще и будет состоять именно в зарплатном фоне коврочистов. Субтитры создавал DimaTorzok